Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении. Архиписк Паркев Мартирусян. Вопросы армян Западной Армении. Предвыборная кампания Седа Меликян. Призываем делегацию Армении немедленно прекратить начатые Вашингтонные переговоры Национальное собрание Республики Арцах. Противник применил БПЛА по армянским позициям. С армянской стороны четверо погибших. Народ Арцаха полон решимости противостоять бакинским вызовам и достойно жить на своей родине. Председатель Национального собрания Республики Арцах. Традиционный фестиваль Манзури в Терсиме. Архипископ Паркев Мартирусян родился 20 марта 1954 года. Начальное образование получил в средней школе Сумгаита. В 1966 году семья Мартирусян переезжает в Ереван. С 1966 по 1971 года учился в 132-й Ереванской спецшколе с физиком-математическим уклоном. С 1971 по 1972 год учился на факультете электротехники политического института имени Маркса Ереванский государственный инженерный университет. С 1972 по 1976 года учился в Педагогическом институте русских и иностранных языков имени Брюсова, нынешний лингвистический университет имени Брюсова. На всесоюзном конкурсе дипломных работ его работа по проблеме искусства и нравственности в романе Булгакова мастера Маргарита была удостойна золотой медали. С августа по ноябрь 1976 года преподавал русский язык и литературу в школе села Ерекнут. В ноябре 1976 года призвал в ряды Советской армии. С 1978 по 1980 года работал в Министерстве легкой промышленности в качестве ведущего специалиста. В 1980 году поступил в духовную семинарию Гевуркиан при попрестольного святого Ичмиадина. В 1983 году к празднику Степаноса на Хавке, его преосвященством архиеписком Нерсес по Заполянам, рукоположен дьяконы Сарковаги. Архиепископ Паркеп Мартирусян – автор трех трудов и многочисленных статей. За плодотворную деятельность награжден многочисленными медалями, орденами и благодарственными грамотами Республики Армения и НКР. В том числе звание Героя Арцаха НКР с вручением Ордена Воски Арцив, медаль Республики Армения за заслуги перед Отечеством 2-й степени, медаль Бачаган Барепашт НКР, орденом Грикорду Саворич НКР, памятную медалью премьер-министра Республики Армения, медаль Благодарность Министерства обороны Республики Армения, медаль Маршал Баграмян Министерства обороны Республики Армения, медаль Андраник Озанян Министерства обороны Республики Армения, медаль Горигин Нэждэ Министерства обороны Республики Армения. Почетный президент Союза выпускников Государственного лингвистического университета имени Брюсова и Федерации Шотакан-Карате Армении. В 2014 году удостоен звания почетного доктора Национальной академии наук. 21 января 2021 года архиепископ Паркев входит в отставку с поста предстоятеля Арцавской вихпархии, приступив к исполнению обязанностей посланника по особым поручениям Катрикоса Горегина II. Вопросы армян с Западной Арменией. В жизни и бытии армян еще с языческих времен тоннер имел важное значение. Оголь символизировал поклонение солнцу. Использование тоннера встречается у ряда народов, однако особенность армянского тоннера в том, что он подземный. Местом выпечки хлеба и в частности лаваша считался тоннератун, где и находился тоннер, считаясь священным местом. Тоннер должен был быть чистым, непристойные слова и ругательства вокруг тоннера были запрещены. Тоннер имел ключевое значение, так как именно там пекли основную гарантию выживания семьи – хлеб. Тоннератун строили в самой важной ключевой части дома под купольной крышей и дымоволоком – ердик. Такие сооружения назывались хазарашен. Конструкция потолка способствовала дыму легче выходить из тоннера. Кроме хлеба в тоннере готовили гату, хапаму, арису и прочие блюда. В округ тоннера рассказывались сказки и легенды. В древности, когда церемония выпечки хлеба заканчивалась, тоннер еще был теплым, домочадцы собирались вокруг тоннера, смешивая ноги. В народе это называлось курси настель, которая имела лечебное свойство. Старшие в доме рассказывали сказки и молодежи. Считаясь святым местом тех населенных пунктов, где не было церкви, церемония венчания проходила вокруг тоннера. Жених и невеста, взявшись за руки, кружились вокруг тоннера. После девушка забирала горсть пепла из тоннера отцовского дома, помещая в тоннер дома парня. Этим ассоциировала себя с очагом парня до конца жизни. Предвыборная кампания Седа Меликян. Седа Меликян родилась в 1946 году в Восточной Армении. Окончила факультет биологии Ереванского государственного университета. Работала научным сотрудником, помощником депутата. Преподавала социологию и психологию в различных вузах. Сопреседатель общественной организации, исполнительный директор, член-учредитель партии Ергир Тираны. В 2008 году Седа Меликян, депутат Национального собрания Заруи Пустанчам, познакомились с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном. Узнав, что Республика Западная Армения, являющая премьер-меницей воссозданного по гособнаборам государства Армении, имеет паспорт гражданства, подали заявку, получив гражданство Республики Западной Армении. В 2018 году, оставив общественно-политическую деятельность в Восточной Армении, приняло участие в выборах Национального собрания Западной Армении, став депутатом-витцеспиркиром Национального собрания. С 2020 года по сей день премьер-министр Западной Армении. Основной миссией считает работу с гражданами Западной Армении. Видеосюжет о Седе Меликян доступен на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. Национальное собрание Арцаха выступило с заявлением. Вооруженные силы Баку в очередной раз грубейшим образом нарушив положение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года в ночь с 27 на 28 июня час 30 по местному времени открыли огонь из различного оружия по позициям подразделения армии обороны Арцаха, в результате чего погибли четверо военнослужащих. Это очередное убийство граждан Республики Арцах с применением артиллерийских средств и беспилотников в условиях полной блокады. Это свидетельствует о том, что военно-политическое руководство этой республики, игнорируя призывы и решения авторитетных международных структур посредством геноцидальных действий, сокрытых лживыми повестками мира и диалога, стремится с применением военных, политических и экономических инструментов достичь своей основной цели окончательного изгнания армян из Арцаха. Примечательно, что новый инцидент, наряду с периодическими нарушениями режима прекращения огня со стороны Баку, аналогичный предыдущим, произошел в то время, когда при посредничестве государственного секретаря США в Вашингтоне проходят очередные переговоры министров иностранных дел Армении и Баку по вопросам мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Это, несомненно, еще раз свидетельствует и подтверждает, что эти переговоры вокруг мирного договора в действительности являются ничем иным, как имитацией формирования атмосферы установления длительного мира и стабильности в регионе якобы в контексте международных усилий. Глубоко обеспокоены нынешней опасной действительностью, мы обращаемся от имени народа Республики Арцах. К Совету безопасности он лидером стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Помимо выражения сочувствия, увещевания и советов, предпринять конкретные практические шаги, в частности, ввести санкции против Баку, сдерживая его агрессивные амбиции. Уверены, что стиль работы под войным стандартом еще больше водошевляет Баку, делая его разнузданным и неконтролируемым. К Российской Федерации в рамках миротворческой миссии самым жестким образом пресечь антигуманные геницидальные действия Баку. К делегации Республики Армении на вашингтонских переговорах незамедлительно прекратить начатые переговоры до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом и на границах Республики Армения. Предоставление документальных гарантий его соблюдения на международном уровне. Иначе продолжение переговора будет означать поощрение агрессивного поведения бакинской стороны и привилегированность на международном уровне. Преклоняясь перед памятью четырех погибших, отдавших свои жизни за родину, мы готовы продолжить их святое дело. 28 июня в час 30 ночи подразделения вооруженных сил Баку открыли огонь из артиллерийских снарядов по армянским позициям Мартуни и Мартакерта, применив также БПЛА. С армянской стороны четверо погибших. Об этом сообщили Министерство обороны Республики Арцах. Министерство обороны Азербайджана распространяя в предыдущие дни ложные сообщения о том, что подозрение армии обороны якобы нарушает режим прекращения огня, и в частности распространяя 27 июня несоответствующие действительности сообщения о ранении военнослужащего вооруженных сил Баку вследствие открытого с армянского стороны огня, создали информационную основу для очередной провокации. Министерство обороны Республики Арцах выступит с дополнительным сообщением, говорится в заявлении армии обороны. Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих армии обороны, погибших 28 июня в результате очередной бакинской провокации в направлении Мартакерта и Мартуни. Погибшие военнослужащие Армо Абгарян, Самвел Торусян, Ерван Татевосян, Гагик Балаян. Правительство Западной Армении держит в центре внимания все события, происходящие как в Армении, так и за ее пределами, Уделяя особое внимание любому инциденту против Армении, оцениваем ситуацию, предпринимаем соответствующие шаги. Произошедший инцидент является очередной провокацией турецко-азербайджанского тандема, целью которого является пересечение, вмешательство любой международной структуры во внутренние дела. Тандем запоздал, настало время интегрироваться в новые геологические процессы и понять явление реального мира. Турецко-азербайджанский тандем движется старыми методами, и понимая, что нельзя играть с коренным народом, таким как армянский народ и являющийся его частью Арцах. Наступил момент возмездия, справедливость восторжествует, какой бы ни была тяжелой тому цена. Наше правительство в лице президента республики Западной Армении Армена Каврамяна и всего армянского народа выражает глубокие соболезнования семье солдата, павшего за свободу и независимость Родины, склоняя голову перед могилами. Обещаем, мы возместим за каждую каплю пролитой крови, продолжим ваше священное дело. Национальное собрание Арцаха созвало очередное заседание, на котором председатель парламента Артур Таумасян сообщил, народ Арцаха полон решимости противостоять вызовам бакинских властей и достойно жить на своей родине. Арцах не был и не будет в составе Баку любое обсуждение этого вопроса для нас неприемлемо. Это наша красная линия, которую никто не имеет права нарушать. Сопреседатели Минской группы ОБСЕ и лидеры этих стран должны понять, что аннексия нашей страны бакинскими властями приведет к выселению армян и уничтожению Арцаха. Мы не можем изменить мир. Маленький Арцах не представляет угрозы. Под угрозой находится право нашего народа на безопасную и полноценную жизнь. Прискорбно, что все это происходит с молчаливого согласия международного сообщества. Думаю, у телевизованного мира есть все рычаги для применения соответствующих санкций против режима Баку, поскольку бакинские власти не только игнорируют, но и попирают решения Европейского суда по правам человека и Международного суда. То Масян высоко оценил резолюцию ПАСЕ, обеспечение свободного и безопасного въезда по Бердзорской дороге, заявление в Конгрессе США о правах и безопасности народа Арцаха, заявление Круга дружбы Франции и Арцаха. Вместо слов нужно перейти к делу. С 3 по 6 августа в Дерсиме пройдет 21-й фестиваль культуры и природы Манзур под девизом «Мы защищаем природу и жизнь, мы против идеи горододобывающей промышленности». Президент Федерации Ассоциации Дерсима сообщил, первый фестиваль против упустительства и несправедливости в Дерсиме состоялся в 1990-х годах. Президент Федерации Ассоциации Дерсима Оскан Такар сообщил, в этом году мы также проведем фестиваль демократии окружающей среды, природы, веры и культуры в надежде найти решение наших проблем. В дни фестиваля будут представлены выставки, народные песни и танцы. Фестиваль пройдет по следующим темам. Оливийская вера, текущие политические события, землетрясения, проблемы, связанные с женщинами. И в заключение новостей послушаем песню в исполнении ансамбля Гагика Мурадяна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok